В двух предыдущих фильмах про электромагнитную индукцию магнитное поле создавалось постоянными магнитами. Но мы можем создавать его, пропуская по катушке постоянный электрический ток. Тогда она работает как электромагнит. Двигаем относительно катушки с током другую катушку. В этой второй катушке за счет действия силы Лоренца наводится ЭДС индукции. Можно вторую катушку оставить неподвижной, а двигать относительно нее катушку с током. Результат не изменится, хотя изменится объяснение. Теперь мы будем говорить о возникновении вихревого электрического поля. Наденем обе катушки на железный стержень. Наводимое ЭДС при тех же токах и скоростях движения вырастает в десятки раз за счет намагничивания железного сердечника. Можно даже оставить на месте обе катушки и просто вдвигать и выдвигать железный стержень. Вихревое электрическое поле возникает и в этом случае. Поскольку эффект электромагнитной индукции во всех этих случаях оказывается одним и тем же, возникает желание подвести эти случаи под одно правило. Майкл Фарадей вел для этого понятие потока магнитного поля. Он представлял себе поле, состоящим из трубок, ограниченных силовыми линиями. Через все сечения такой трубки протекает один и тот же поток магнитного поля, как через все сечения обычной трубы протекает один и тот же поток жидкости. Этот поток равен произведению поперечного сечения трубки на величину магнитного поля в этом сечении. Конечно, в действительности здесь ничего не течет, но эта аналогия очень помогает. Теперь мы можем сформулировать закон электромагнитной индукции Фарадея. ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через этот контур. Эта формулировка подходит и для случая, когда части контура движутся поперек магнитного поля, и для случая, когда контур неподвижен, а меняется само поле. В формуле для закона индукции стоит знак минус. Он отражает тот факт, что наводимое ЭДС противодействует изменению потока. Посмотрим, как это происходит на опыте. На концах этого медного коромысла сделаны два кольца, одно из которых разомкнуто, а другое замкнуто. Сильный неодимовый магнит свободно проносится через разомкнутое кольцо. Медь и магнит практически не взаимодействуют. Но попробуем пронести магнит через замкнутое кольцо. У нас ничего не получается. Кольцо отталкивается от магнита. Толкнем кольцо навстречу магниту. Оно останавливается прямо перед ним. А вот если отводить магнит от кольца, оно будет не отталкиваться, но притягиваться к нему. Когда магнит приближается к кольцу, магнитный поток через кольцо увеличивается. Из-за этого увеличения потока в кольце наводится ЭДС, и по кольцу течет электрический ток. Направление этого тока таково, что он создает встречное магнитное поле, препятствующее увеличению магнитного потока через кольцо. В результате кольцо отталкивается от магнита. А когда магнит удаляется от кольца, магнитный поток через кольцо уменьшается. Направление ЭДС и тока в кольце меняются на противоположные. Направление магнитного поля кольца тоже меняется, и теперь оно препятствует уменьшению магнитного потока через кольцо. В результате кольцо притягивается к магниту. Таким образом, индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что он препятствует изменению магнитного потока через контур. Это правило было сформулировано российским физиком Эмилием Христиановичем Ленцем в 1833 году. А теперь мы сделаем опыт, в котором обе катушки неподвижно лежат одна на другой. По первой катушке будем пропускать переменный электрический ток, и эта катушка создаст вокруг себя переменное магнитное поле. Поток магнитного поля через вторую катушку все время меняется, и поэтому в ней наводится ЭДС, который регистрирует датчик напряжения. Если надеть обе катушки на железный сердечник, у нас получится электрический трансформатор. На эту тему мы сняли отдельный фильм, который вы тоже можете посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова